всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев и в этом выпуске мы посмотрим отель gaffey beach resort and spa and aqua park находится данный отель в центре скажем шарм эль шейха это наама бэй многие со стремятся почему потому что очень инфраструктурно много мест магазинов и так далее а также здесь везде соответственно в отеле которые на этой стороне находится первая линия пологий заход в общем давайте друзья посмотрим территорию отель номера питания в общем все как обычно это четыре звезды имеет достаточно хороший рейтинг в интернете поэтому специально заселился своей семьей сюда на пару дней для того чтобы самостоятельно проверить сервис уровень и вообще что это за отель ну конечно друзья нас встречает вот такое лобби сразу отмечу что здесь прохладно потому что заселялись некоторые недорогие отели и там было вообще не прохладно очень жарко поэтому ожидание заселения который все равно какой-то присутствует то будет выходить здесь комфортно друзья я сразу зашел на завтрак у нас утро хочу показать вам ресторан этот ресторан открылся буквально вчера нам вот так вот повезло он абсолютно новый напомню что мы в отеле 4 звезды чтобы у вас было понимание по питанию будет сыры у нас очень кстати красиво и очень достойным честно скажу посмотрите как все выглядит отлично работают все кондиционеры очень прохладненько как говорится ты сидишь ешь и нисколько не потеешь здесь нас хлеб здесь у нас как обычно очередь большая выстроилась за приготовлением омлеты или яичницы вот в этой части у нас так еще различные завтрашные как говорится блюда жареные топилока фасоль и так далее здесь у нас кондитерка ассортимент не огромный но особо отмечено что очень чисто и комфортно и приятно находиться это правда и вот в той части у нас сразу покажу у нас находится соответственно напитки чай соки кофе и так далее отель работает у нас друзья на системе all inclusive соответственно все необходимое здесь естественно есть давайте выйдем с вами друзья на территорию отеля она достаточно большая просторной и уже соответственно с ресепшена можно обозревать ее и понимать что здесь есть да еще раз по поводу концепции all inclusive но напитки импортного производства да какие-то свежевыжатые соки это все за отдельную плату и как раз пока мы еще не пошли с вами на территории вам покажу здесь есть вот такой лаунж 24 часа открыт для вас всегда так и не знаю с стороны вход есть или нет я сходил стороны ресепшена сейчас проверим ну просто открыт значит открыт да вот такой вот лаунж а здесь соответственно есть любые напитки они как говорится extra ну например вот пиво 70 грубо умножаем на 3 200 рублей бутылка там кофе туркиш кофе капучино пиво и так далее то есть различные напитки есть также прохладненько можно вот так посидеть такой вот уютной обстановке почилить как говорится посладиться каким-то напитками вход сюда соответственно без детей 18 плюс давайте посмотрим номер в гафе вот такой у нас номерок так заходим здесь у нас вот такая ванна даже ванна есть ну с виду так все прилично может быть чуть-чуть немного да ну в общем то все хорошо как бы для четверочки все прилично ну пластиковых дверей нету но ничего страшного тут есть такой выход своему типа балкончику но это у всех тут такой вот так вот сделаны домики и соответственно вот такой номер раз два номера что здесь больших семейных нет в общем то все прилично друзья небольшие но все что нужно конечно же есть шкафчик веселочек одеяло еще разок ванна полотенце среднодвижности фен вот такой душ так мы соответственно стоит второй номер но он так понимаю абсолютно такой же карточку все то же самое кондюры работают то же самое ванна туалет в общем то все прилично друзья вполне прилично говорю него огромные просторные но все очень прилично поверьте для египта это очень хорошо и здесь у нас вид в этой части уже не на внутреннюю территорию а на точнее на внутренней территории на внешней здесь у нас уже бассейн в той части у нас уже с вами море ну что друзья давайте начинать обозревать территорию вот что мне здесь первую очередь приглянулись друзья это вот эти ребята это достаточно большая редкость в отеле это спасатели в каждом бассейне и даже на пляже вчера вечерком заселились и поэтому смело говорю очень классно меня есения купалась маленьком бассейне с маской он ко мне подошел типа нет не надо ей игра что такое ягод боюсь что типа она наберет москву воды там вдруг захлебнется когда нормально плавать но просто вопрос уровня то что она даже в детском бассейне заботится это как бы приятно тем более для египта потому что в Египте очень часто друзья многие знают что отношение ко всем такое не совсем на сто процентов как говорится вот друзья здесь у нас такой бассейн идем он разделен на три части вот смотри как прикольно сделано сейчас поясню здесь у нас глубокая часть бассейна соответственно ну здесь можно посидеть отдохнуть он плавно перетекает пройду вам покажу плавно перетекает в более мелкую часть бассейна вот смотрите из глубокой части он перетекает в мелкую часть бассейна и здесь вот такие вот ступеньки можно еще заходить по логу 85 сантиметров то есть для малышей вполне нормально вот они эти ребята и здесь у нас соответственно есть вот такой детский маленький лягушатник бассейн далее выходим и идем по территории вокруг у нас кстати вот так вот расположены буковка п хоть здесь как бы ветров то практически нету таких но это классно когда буква п территория то означает что если максимально закрыта от разных посторонних как говорится ветров и в том числе от шумов других отелей это кстати очень прикольно ну и мы подошли с вами в зону аквапарка как видите да полноценные горки 1 2 3 их не так много ну я считаю в принципе достаточно вполне здесь у нас такой бассейн также также друзья когда здесь она начинается работать она обычно работает с 10 помада обеда и после обеда еще также стоит спасательность смотрит все контролирует и так далее здесь у нас соответственно с вами пул бар но он пока еще закрыт просто раннее утро я вот буквально вышел специально пораньше чтобы не смущать гостей отеля потому что все купаются отдыхаю до из бегать камеры снимать тоже не хочу поэтому все пораньше снимаем как бы но все хотите покажу как здесь шумно активно но в целом хоть и загрузка отеля большая но не особо видно что территория заполнена она опять же деленная на различные части как вы уже замечаете вот оттуда мы пришли вот на сгафе resort и написано вот ресепшн соответственно с левой стороны у нас бар 24 часа с правой стороны у нас этот хорус ресторан хорус извиняюсь ресторан еще раз говорю вчера красную дорожку прям постелили все как положено правда было немного людно даже очередь копилась даже подождите нет мест но я так понимаю только вчера было потому что было достаточно всем интересно что там открылась хотя через час буквально после открытия все сосалось людей не было но все кто открытие пришел почему-то скопились у входа вот том числе мы как говорится ну вот так у нас друзья с вами выглядит территория мы с вами идем перетекаем в плавно еще одну зону водную зону сейчас вам покажу а водная зона это у нас еще аквапарк для малышей вот такой вот аквапарк зона посмотрите все есть горочки маленькая глубина так что отлично вот нас здесь это аквапарк территория территория зелененькая может быть слышите играет спокойная музыка по территории что очень комфортно и вот так вам скажу некоторые отели вот такого качества даже до позиционируются как пятерки вот правда такого уровня есть пятерки для египта еще раз подчеркну друзья очень важно выбрать отель потому что если вы просто взяли там какую-то тройку да ладно мы там поедем по бюджет никому не очень сейчас расскажу почему у нас как раз история в нашем путешествии вот следующее история заключается в том что мы сюда купили сейчас у нас конец августа да сейчас вот будет начало сентября это всегда я говорю что это максимально бюджетные цены соответственно мы решили ухватить последний момент тоже тур и соответственно улетели всей семьей на отдых взяли мы просто любую тройку первый попавшийся для того чтобы просто прилететь в шарм-эль-шеих и соответственно отсюда мы хотели уже дальше двинуться по разным отелям такой план и был у нас четыре отеля в программе так что смотрите мои пожалуйста видео на канале они еще будут и соответственно подписывайтесь и конечно же обращайтесь ко мне за приобретением туров работы онлайн официально договор чек все как положено ниже под видео есть ссылочка на мой сайт в общем вся информация если что пишите на мой прямой ватсап так вот по истории история в том что мы заселились эту тройку и ну как бы этому чё там ночь переночуем поедем дальше соответственно заселились и я скажу там такой ужас ужас что мы вот даже в турции покупали тройку по самую дешевую там на пару ночей говорится любим такие эксперименты это было по сравнению с тем что была стройка здесь это было просто пятерка так скажу потому что это просто было так не было даже воды питьевой представляете не было воды соответственно питание там просто три блюда какой-то рис какая-то лапша яйцо раздают одно в руки то есть ли не дай бог ты подойдешь видимо второй раз уже лицо у них такое кого-то сейчас перебьют так что друзья это очень важно очень важно по египту выбрать заранее запланировано нормальный действительно нормальный хороший отель потому что иначе можно очень сильно попасть особенно с питанием сервис еще ладно если там на вас косо смотрят но если у вас не будет ничего поесть и за территории особо ничего нет вот тут будет корресом попадос как говорится извините за выражение но вот так потому что если вы в турции например живете там образом в кемере или в алане таки да и ладно пойдем на улицам миллион кафе классных мы поедим то здесь как бы вышел на улице ничего нет еще надо поискать там манго или еще что-то поэтому вот так у нас сутки прошли и вот мы переехали в этот отель гафи бичи по сравнению с тем конечно это прям супер классная территория супер классная номера и соответственно питание так что такая друзья история обязательно это обратить внимание обязательно проговорил вот нас там пляж это все на амабей но мы с вами еще пробежимся по территории в такой форме буковки п вот такие одноэтажные строения здесь вот размещаются номера у нас тоже чуть дальше там такой же а кстати в египте не строят не строят высокие отели почему потому что сейсмоопасная зона и соответственно выше третьего этажа здесь трех этажей никто не строит есть единственный отель мы когда выйдем на берег вам покажу стелла дымар он семиэтажных почему потому что он на скале примыкает в скале вот так и соответственно там получилось что можно делать соответственно больше этажей за счет этого ну и принадлежит он армии египта скажем так ну вот так у нас выглядит территория здесь у нас еще один бассейн я сейчас с вами пойдем посмотрим у каждого вот такого номера вход с той стороны через коридорчик свой балкончик такой скажем с выходом на территорию как вы заметили территория зеленая уютная тихо и спокойно вчера кстати видел обрабатывают все от мушек это мушек и так далее специально такие машины нужно знаете на дымом идет сначала запаху не очень и потом солярки или чего не знаю а потом нормально вот в этой части смотреть нас есть тоже детский бассейн есть бассейн для больших ну и скажем вот на этой части с окончательства территории здесь также пул бар ну как говорил пока он еще не работает но он работает целом то есть есть там алкогольные напитки слабоалкогольные безалкогольные как говорится да то есть все что необходимо она здесь есть так что пожалуйста можете соответственно сюда приходить этот бассейн кстати обращу внимание работает зимний период является теплым бассейном видите бассейн с подогревом то есть если вы сюда придете зимой то есть в январе феврале когда многие когда многие хотят покупаться в теплом бассейне здесь это можно будет сделать не все имеют от или подогрева в египте ну а огромное количество друзья смотрите кого приметил так дружище смотрите какая птичка сидит специально на камеру позирует что даже не уйдешь ничего себе какая бесстрашная кстати друзья вот видите люди ходят собачками и я так понял я в описании отеля естественно еще не с особо не залазил так ознакомился по рейтингу по местоположению и понял что этот отель pet friendly то есть есть люди приезжают своими собачками даже может быть есть специально отдельные номера и спокойно здесь не проживают так что для многих это тоже будет немаловажный факт это свой питомцы питомцы ну вот друзья мы опять вернулись сюда я прошелся по такому кругу то есть это соответственно у нас сами номера как вы поняли они вот здесь расположены и там расположены второй части из ними коридорчик каждого номера есть скажем так свой балкончик выход на свою террасочку вот еще раз мы мимо аквапарка проходим но мы вы поняли да то есть вот форма буквы п и двигаемся двигаемся и выходим практически вот сразу к пляжу территория не огромная дополнительно отмечу плоская никаких переходов лесеных нет потому что есть люди которым сложно ходить это знаю ко мне часто обращаются с разными задачами кто-то возрасте кого-то какие то есть нарушение опорно-двигательного аппарата так что здесь в этом плане нормально и даже больше здесь можно как и с детьми с коляской по территории ходить и соответственно если вдруг инвалидное кресло смотрите нормально есть спуски что тоже не везде друзья далеко не везде в отелях есть вать некомфортно в некоторых отелях были там с коляской скачешь по всем этим пураком и так далее ну что мы выходим с вами друзья на пляж вот так нас впереди этот пляж и это еще не все у нас еще встречает на детская зона шоу для программ анимации посмотрите вот такая дорожка в чем ее плюс так как мы находимся в нам обе она вот такая полукругом вы можете идти по этой дорожке пройти все отели вот так вокруг 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 прикольно можно посмотреть другие отели можно погуляться по такой внутренней территории соответственно отеле это я считаю очень классная штука итак давайте у нас здесь есть kit zone мало того что если аквапарк у нас еще такая есть kit zone детей здесь качельки единственное конечно может быть здесь минус что вот такая вся площадка она открыта под прямыми солнечными лучами есть буквально пару зонтиков под которыми ничего нет здесь у нас площадочка пластиковая уже достаточно горячие друзья вот это самая самая обломка ты смотришь на картинке о классно детская площадка но если они закрытая или нет деревьев то днем на ней очень тяжело вот сейчас попробую присесть хотя в шортах уже знаете как в бане вот так руку уже не положить хотя время еще у нас девять два друзья так что эта площадка конечно классно но для вечера отлично но для утра и дня уже не очень кстати друзья у меня на канале есть видео обзоры не только естественно по египту но и по турции хайнань вообще основное мое направление занимался до пандемии миллион видео как говорится всего остального помимо этого друзья всегда я собираю информацию не только на камеру да где-то не это невозможно сделать а собираю вот сюда все знания и вы можете ко мне смело обращаться я вас консультирую не от бюджета а вот от ваших потребностей то есть никогда не до того еще раз сколько у вас денег а то есть понять что хотите вы предложить тот самый вариант для вас на видео конечно не помогает вам показать передать ту атмосферу которая творится в отеле и у вас складывается максимально полная картинка вот так у нас есть развлечение вчера здесь не зашел но сегодня мы с вами видео сюда зайдем и я как понял здесь у нас проходят танцы и соответственно я слышал караоке еще будут девочка ходит по территории зазывает ну соответственно здесь проходят разные мероприятия так сюда мы пришли у нас с вами здесь находится бич-бар но бич-бар он является платный то есть все экстра то есть все нужно будет дополнительно платить из пива кофе мороженое и так далее то есть все это соответственно за дополнительную плату на пляже это не входит в all inclusive и здесь нет напитков которые соответственно в all inclusive здесь у нас получается в левой части отеля находится снэк-бар он работает по определенному графику здесь есть напитки и также можно взять какую-то либо выпечку пицца вот видите вон пицца есть так сейчас возьмем ну что мы с вами уже на пляже пляж у нас песчаный так что все в порядке сейчас пойдем ближе к берегу здесь конечно есть большой плюс того что очень большой длинный пологий вход ну и красивый вид на другие отели как видите у нас зонтики шезлонги матрасиков нету но вот друзья полотенце забыл сказать полотенце вам выдаются карточки то у такие и соответственно я с собой не взял показать но этому знаете карточку подошел там у сайте у нас вон там на входе вот вот кстати не показала вот есть чтобы тоже было понимание и возле пляжа вот здесь у нас соответственно выдают полотенце а еще нас вот такая картина друзья есть самолетная очень красиво смотреть если самолет идут на посадку вот очень низко и правда красиво вот выходим мы с вами друзья к пляжу пляжу соответственно отеля гофе бич заход здесь друзья песчаный кораллов вот с этой стороны есть камни дальше их нет здесь вообще все чистенько я даже вчера когда мы купались детьми мне напомнил это кипр потому что идешь 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 и тебе вот так вот по пояс достаточно долгое время вот видите люди стоят посмотрите вот видите и это прикольно здесь я понял почему прикол здесь вот у нас эти очень много других отелей здесь и джаз соответственно есть ново отель у нас на территории и так далее так далее так далее вот здесь у нас на горе с этой стороны с отель мовен пик я там тоже был не помню обзор еще не выложил внутри там был и у нас там есть выходы к морю но там они не очень на такие маленькие кусочки пляжи на горе спускаться надо но он такой видовый отель оттуда прекрасный вид открывается на всю нам убей и кстати вон там вон там вы мне говорили если я вам говорил вот это отель вот это прям отель вот она это стелла демар который принадлежит армии египта у него нету соответственно патологового захода не только там понтон и соответственно семиэтажный отель хорошего уровня прям такой классный есть взрослая детская зона ну как бы разделен то есть на части но отель не всегда стоит бюджетно даже на ранее бюджетно и подходит для тех кто точно готов на понтон купаться и хочет такой хороший уровень хороший уровень отель это факт итак друзья смотрим здесь у нас водичку песочек как немногие ответили хорошо что вы снимаете все подряд пологий про друзья заход вот я думаю вы видите все нормально все в порядке здесь заходом всегда жалко друзья что у меня дрона нет египте а дрон здесь нельзя просто сверху всегда получается классные виды более понятная картинка чем в одной плоскости в общем вот так у нас все здесь есть но скажу так по поводу пляжа мы соответственно здесь уже покупались и до этого мы были в бухте хатаба и там есть пляж вот как раз где фарша мне кажется это идеальный пляж армальшейхи и если бы даже мы здесь отдыхали все время я бы все равно кто съездил такси нам обошлось продать семьей с чемоданами от того места где фарша до сюда это 10 долларов можно было и подешевле но мы вызвали потому что такси не было никого днем вот ну смысл такой что за 10 долларов съездить на классный риф классный пляж это супер там цена лежаков составляет 100 пунктов за весь день на человека вы можете просто приехать на пляж рекомендую приехать до 10 или до 11 утра потому что потом просто приходит куча народа а у многих там мест есть резервация предварительная поэтому можете прийти вам сказать извините нет мест поэтому приезжайте туда пораньше там очень крутой риф друзья тоже идеальный песчаный пологий заход и это вот прям очень классное сочетание так ну что двигаемся с вами дальше покажу вам еще есть несколько моментов особенности и сделаю для вас свое резюме по данному отелю кстати друзья хотел сказать по поводу пляжа еще на пляже здесь конечно все хорошо классный пологий заход но рифа здесь рядом нет так друзья в процессе плавания пугать любить пляже я решил узнать здесь есть кораллы рыбки и так далее они есть все конечно там подальше они надо плыть но здесь как раз в уголке есть конечно другой отель если такой понтон а дальше у нас отель мой пик здесь есть понтон и там есть рыбки пойдемте покажу ну вот мы пришли друзья вот такой недалекий понтон есть конечно камни все но в общем-то рыбок можно посмотреть вот смотрите от приплыли тут вот они вот они про чувствуют что люди здесь что-то сейчас будут наверно кормить нас что кстати очень многие туристы делать даже жилами сказал сложно удержаться когда видишь рыбок и когда они едят их много приклад красивых но это лучше не делать потому что он таких такие истории приплывают больше рыбы и краски то проблемы когда есть они возникают из-за этого основном но шарм-эль-шейхи таких случаях не наблюдалось поэтому не переживайте можно просто хорошо спокойно наблюдать за рыбами и скажу совет наверное как у всех дайверов самый простой совет плавать и смотреть на рыбах безопасно смотреть можно трогать не нужно то есть это такой вот сейчас вариант отдыха где первая линия хорошо спокойно пологий заход как вот любит отдыхать с детьми но вот прям рифа здесь прям его нет по сравнению с другими бухтами здесь это не так но купаться приятно вот нас идет активный день прям на улице днем конечно жарковато в такое время лучше конечно в обед никуда не ходить сидеть наверно в номере или в шапочке быть потому что уже припекает так хорошенечко вот но вечером и утром комфортно знаю что многие переживают зимой за холод летом за сильную жару на самом деле с утра вот до 11 вообще прекрасно и соответственно вечером где-то вот после пяти тоже все отлично не такой жары прям чтобы вообще как говорится капец то нет так что отдыхайте принципе в любой стране в обед не рекомендовано посещать открытом солнце море и так далее лучше где-то в теньке посидеть отдохнуть а мы друзья с вами пришли теперь уже на обед хорос ресторан давайте покажу что у нас дают на обед знаю что это основное кажется основной запрос туристов и все хотят посмотреть вы видите людей много у нас время крыса начала окраса беда разгар давайте еще раз покажу ресторан новый красном повезло мы приехали его только вчера вот открыли и давайте посмотрим что у нас тут есть у нас как обычно несколько раздач да здесь есть вот мясные блюда овощи рис здесь у нас я смотрю так что готовят что готовят друзья так тут у нас паста лапша тут у нас такой на курица это у нас похоже это лепешки на рыбу больше похоже так здесь у нас друзья супы как и говорил как и говорил ассортимент не такой огромный но он есть и для египта вот здесь конкретно в данном отеле это вполне нормально также десертики у нас тут присутствуют и соответственно фрукты финики салатики тут уже народ набежал так что где-то как-то вот салатики все есть и вот здесь у нас тоже готовят нарезочку по салатам вот ну и соответственно как обычно я тоже показывал в том углу у нас выдают напитки можете взять и соответственно пить так что ассортимент небольшой но все эстетически красиво выглядит и не только выглядит вкусно на самом деле но ассортимент еще раз повторюсь небольшой по что-то все-таки 4 звезды они 5 выходя из ресторана напомню что в некоторых отелях египта как я уже говорил знаете бывает еду вот прям она не очень выглядит и как будто ногой положили здесь все красиво и все хорошо и выглядит и на вкус поэтому хоть и небольшой ассортимент но есть приятно и сидеть здесь в этом месте приятно что бывает вообще прям какая-то антисентария это еще раз подчеркиваю что когда выбираете отель обязательно нужно тщательно к этому выбору подойти то что это не турция в турции можно в принципе от любую трешку и она будет более-менее то здесь можно очень сильно очень сильно рваться поэтому предварительно мы с вами все посмотрим еще вечерком покажу как здесь все выглядит здесь очень так вот красиво будет подсвечиваться ну а сейчас пойдемте посмотрим если дополнительные услуги в виде сауны хамама насколько я помню да но они все платные но всем давайте их найдем и посмотрим так я понял в зоне ресепшена это как раз где как раз мы живем недалеко там так двигаемся туда посмотрим вот мы с вами идем по этой зоне мы сегодня с вами здесь ходили вот в этой части здесь у нас эти номер наш рядышком и сейчас мы подойдем так говорит налево здесь будет спа а ну вот нашел то есть получается этот сауна здесь своем фитнес-клуб джакузи массаж вот там у нас находится соответственно ресепшен здесь идет территория той стороне у нас море и здесь левее скажем если идти от ресепшен попадаем вот в эту часть и здесь соответственно у нас есть спа health club вот он джим энд спа идем сюда друзья здесь у нас такой фитнес-клуб прохладника ну видовых конечно окошек нет здесь все услуги платные так у нас вот в этом здании оказалось только массажные комнаты получается а сам туркиш хамам кстати даже сразу не видел вот он табличка вот он был находится здесь то есть сюда идут хамамчик а там уже массажные комнаты вот так вот выглядит нас хамам немножко не по-турецки но тем не менее похож и вот здесь соответственно финская сауна ну что у нас наступает вечерок будет сейчас ужин и я хочу прогуляться на ужин и показать его вам пока еще не началось ничего а то там будет очень много народа я вам нормально ничего не покажу на самом деле вечерком здесь очень такая уж и красивая атмосферка такой закат пустыне да вот так пустыне вот сейчас все потихонечку будет таких огоньках будет красиво совершенно другой отель вечером будет вот ну и прямо нас встречает ресторан я вижу там уже шеф-повар начинает суету чтоб все были все к всему готовы вот здесь уже смотрю мангал весь раздувают мясо на огне будет так что ужин здесь посытнее чем обед и завтрак конечно же вот ну и действительно еще раз отмечу что все-таки нам повезло что мы пришли не видел какой здесь раньше ресторан был но сейчас он новый красивый свежий и очень приятно нам находить но друзья уже мясо готовят специально для вас к ужину специально пришел пораньше кебаб здесь смотрите как все уже тоже приготовлено столики за сервированные все как положено и основная раздача сейчас мы с вами подойдем поближе посмотрим ну приятно же да согласитесь вот отмечать для всех потому что знаю для многих отель в первую очередь это ресторан питание и так далее готовят здесь в общем то все уже готово вот смотрите здесь зелень состоят все красиво засервировано салатики видите все накрыто готово прием у гостей вот смотрите какая подача то есть отель 4 звезды видите все красиво стоит вот это наш ужин до закусочки всевозможные вот здесь у нас финики овощи вот здесь смотрите сладости сегодня у нас вчера так не было ассортимент сегодня с такие скажем турецкие нарослации сладости дали это арабские сладости вот и соответственно здесь у нас гарниры не все-таки приятно да посмотреть на еду когда он еще не тронута только-только поставили да поэтому специально попросился дайте группа смотрю поснимаем сейчас здесь у нас еще будет одна зона я правда не знаю что будет готовить но судя по тому что и стоит соус я так понимаю здесь будут готовить пасту вот смотрите обращу внимание все смотрите чисто то есть все помыто после этого обеда да и вот здесь у нас еще понятно хлеб и здесь не знаю супчики будут или не будут подглянем до супчики какие-то есть еще две штучки вот так что друзья все еще подготавливаются друзья не хотелось познакомить шефом этого ресторана прекрасного так что вот знакомьтесь вот это всю красоту это приготовил он соответственно под его руководством так что наслаждайтесь приятного аппетита так что вот так друзья мы с вами сегодня построили ужин то есть у нас уже и завтрак у нас есть уже обед есть нужен ужин думаю наверняка лучше всего получился по видео потому что все не тронутая красивая подсветочка и так далее в общем друзья сейчас придет моя семья мы конечно же здесь уже занялся местечко перекусим и хотим отправиться прогуляться панама бэй панама бэй для того чтобы посмотреть что есть есть вечерние улочки и соответственно что нить можно купить сувенирчиком сегодня мы находимся здесь последнюю ночь завтра мы приезжаем шарсбэй так что смотрите выпуск про шарсбэй там у нас будет интересный отельчик вот и соответственно покажем отдельно формате лайф как мы гуляли по на мобэй покажем какие-то магазины ларечки может быть куда еще полезная информация просто оставайтесь со мной смотрите видео это до конца подписывайтесь на канал оставляйте лайки здесь дети взрослые понятно здесь детская дискотека проходит в общем стульчики такие сейчас так понял просто дискотека играет музыка и напомню что здесь у нас есть бич-бар но он платный поэтому вот так вот но рядом с этим он там если пройтись по променаду есть супермаркет в принципе если надо что купить можно и прикупить ну да друзья и так эпично как недавнем нашем выпуске мартимира когда мы были в турции там конечно шоу так шоу и живая музыка и все остальное ну показать вам должен был как бы главное что это есть кому-то хочется просто музыку послушать посетить отдельно в сторонке можем возможно караоке попить сейчас здесь караоке пели такой нахождение разная своя программа вот ну в общем вечер у нас в отеле вот так вот проходит все в подсветочка эти дорожки можно пойти и дойти до самого променада можно прямо прямо так идти идти вы проходите сквозь отелей за одним как говорится у вас получится такая экскурсия по отелям может страны посмотреть там на в отель будет маритим отель джаз фай роуз будет как-то с переводе да в общем все они здесь стоят по этой улочке можно идти идти прямо прямо вы практически упрётесь в центральную часть нам и где как раз вся торговая зона и принципе можно здесь же вернуться а можно по той дороге внешне вернуться и прийти в отель ну может вас будет другой отель так что вот так вот друзья друзья в этом видео еще не сказал что подпишитесь пожалуйста на мой телеграм-канал здесь qr-код это новостной телеграм-канал я там пишу все новости о туризме какие-то интересные штуки выкладываю посты и так далее так что будет интересно смотреть и получать какие-то действительно оперативные новости с моей точки зрения там же веду подкаст какие-то голосовые сообщения отправляю на тему крыльцы дня или на тему какую-то постоянное который есть туризме так что подпишитесь обязательно будьте в курсе событий так ну что друзья пришло время резюме по данному отеля gaffi resort и сразу скажу что хорошая бюджетная четверка которая находится на первой линии в нам обе и по-моему дешевле нее и наверное лучше здесь нету да есть рядом отели подороже джастом но в отель и так далее ну вот нам бы это как бы самый такой удачный вариант на мой взгляд по цене и качеству сразу пробегусь опять же резюмируя по плюсовым минусам это огромная территория на которой есть аквапарк несколько зон бассейн особо отмечу есть охрана охраны которая сейфгарда которая следит за детьми на воде это очень большой жирный плюс данного отеля это точно а дополнительно здесь есть отдельная аквазона и соответственно то что у нас здесь первая линия песчаный заход и соответственно есть анимационные программы очень небольшие но существуют по поводу питания отмечу особо что здесь выглядит все эстетически красиво многие блюда хорошие вкусные какие-то есть немножко специфичные да ну как обычно египетские но в целом все очень хорошо по питанию то что бывает гораздо хуже но ассортимент конечно слабенький если вы ждете какой-то огромный ассортимент питания нет но на ужин есть и мясо и баранина и рыбу дают вот это все что спрашивают это все друзья здесь есть соответственно за это не переживайте но не такой широкий ассортимент как игры как некоторых больших пятерках и многих привыкли с турции да там четверочка ну питание было супер вау все такое есть питание как бы небольшого ассортимента но нормально еще раз акцентирует внимание что знаю что многие об этом всегда в первую очередь спрашивают по территории еще раз скажу очень классно по номерам номера мне очень понравились очень уютные хоть и небольшие все чистые свежие просто не чистенькие беленькие полотенца все чистенькие беленькие сразу скажу мне здесь никто ничего не продавал не я не рекламирую отель типа потому что мне здесь дали я могу предложить вам документы ваучер я сам оплатил сам приехал никто не знает что я снимаю я снимаю самостоятельно и 99 процентов своих выпусков я делаю полностью самостоятельно и никогда практически ни с кем договаривались потому что всегда в этом если честно и друзья проблем как только ты договоришься с отелем что я хочу поснимать обзор во первых сразу что-то готовят для тебя и такое бывает и ты как бы половину картинки можешь реально не увидеть кроме номер для тебя подготовит покажут номера которые как говорится надо вот рекламных турах такое бывает а вот так вот приезжая самому со своей семьей отдыхает и полностью проникаешься атмосферы как здесь действительно все есть и так далее так что вот мы вышли еще раз с вами на пляж вот по резюме еще раз подчеркиваю что есть есть первая линия с большим пологим заходом это огромный жирный плюс так что друзья бронируйте хороший вариант почему нет бюджетно недорого и напоминаю что ниже под ссылочками под этим видео есть мой прямо ватсап можете написать проконсультироваться а также есть ссылка на сайте есть все туры и просто отель без перелета в общем все как удобно в общем договор чек друзья все как положено буду вас ждать на бронирование смотрите мои новые выпуски я еще поеду по нескольким отеля у нас еще два или три отеля запланированы в этой поездке так что увидимся с вами был павел георгиев компания георгиев travel пока 2 второй 1 1 2 2 3 2 2 2 Продолжение следует... 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 или на тему постоянной, которая есть в туризме. Так что подпишитесь обязательно, будьте в курсе событий.